Недавно понадобилось купить кое-какую программу полной версии в App Store. Я столкнулся с проблемой, что у меня карточка из стекла, то есть закончился срок ее действия. Как изменить ваши данные, которые есть в Apple ID, или полностью убрать Apple ID с вашего устройства? В этом видео покажу два способа, как можно поработать с вашим Apple ID. Буду очень рад, если поддерживаете видео пальцем вверх, а также подпишитесь на канал. Первый способ это использовать стороннее приложение, которое поможет выйти из вашей учетной записи, если вы, например, забыли ваш пароль и не можете его вспомнить. Приложение называется 4UK, скачать вы его можете на ваш Windows или Mac компьютер. И на сайте подробно описывается, в каких ситуациях это приложение может помочь, с какими паролями оно умеет работать на вашем iOS устройстве, и в целом, какие у него есть возможности. В общем, ссылка на этот сайт в описании, отсюда просто загружаете приложение на ваш компьютер. Нужно понимать, что данный сервис платный, поэтому имейте это в виду. Можете посмотреть видео и там уже примите для себя решение, стоит ли пробовать данную программу. После установки приложения вы запускаете ее и попадаете на главную страницу. Здесь у вас есть несколько опций. Первая называется Unlock iOS Screen, то есть если вы забыли пароль экрана блокировки, приложение вам переустановит систему и скинет этот пароль. Также удаление пароля экранного времени, remove Apple ID, то, что нам нужно. Также есть обход удаленного управления устройством и менеджер паролей, которые есть на вашем устройстве, чтобы вспомнить какой-то пароль от какой-то, например, соцсети. Нужная нам кнопка это Remove Apple ID, поэтому на нее мы и нажмем, подключив наш iPhone к нашему компьютеру. Здесь у нас есть две опции. Это удалить Apple ID полностью с вашего устройства, или просто выйти с учетной записи Apple ID, которая есть на вашем iPhone. Опцию с выходом из Apple ID и попробую. Нажимаем на эту кнопку и тут нам описывается, что будет происходить с нашим iPhone и какие версии iPhone и iOS поддерживаются. Ставим галочку внизу и нажимаем на кнопку Start to Remove. После этого нам нужно установить Jailbreak. И тут Jail ставится просто с подключением устройства. Опять же имеется описание процесса. Нажимаем на кнопку Start to Install и просто ждем, пока вот эта строка дойдет до конца. И у нас появится окно, в котором нужно ввести данные Apple ID, чтобы соответственно совершить выход. Нажимаем на кнопку, подтверждаем и снова подтверждаем наше дальнейшее действие. После этого утилита удачно установилась на iPhone. После этого у вас станет активная кнопка для просмотра туториала, что нужно делать дальше. То есть просто следуйте указаниям, которые есть в приложении, чтобы соответственно все активировалось на самом устройстве. И у вас стала активная кнопка Start в окне приложения. Нажимаете на нее и происходит выход из вашей учетной записи Apple ID, которая была на вашем устройстве. Таким образом, с помощью этой программы можно легко выйти или поработать с Apple ID, который есть на вашем iPhone. Ссылка на сайт, где вы можете ознакомиться с приложением, загрузить и посмотреть, что умеет программа, будет в описании к видео. Поэтому, если такой функционал вам был полезен и нужен, то смотрите описание. Второй способ для изменения настроек, просмотра информации и выхода с Apple ID на устройстве – это использование приложения настройки на вашем iPhone. Тут есть момент, что вам обязательно нужно знать все пароли, которые там есть в учетной записи, чтобы, соответственно, попасть в эту учетную записи и что-то изменить. Заходите в настройки, переходите сверху в ваш Apple ID и тут прямо сверху есть кнопка «Персональная информация». Зайдя сюда, вы увидите вашу личную информацию в учетной записи Apple ID. Следующая опция – это вход и безопасность. Тут есть данные для входа, то есть ваша почта, ваш номер телефона. Тут же вы можете изменить пароль или включить двухфакторную аутентификацию. И, в общем, поработать с безопасностью вашего iPhone. Изменение каких-либо настроек в этом окне, соответственно, спросят ваш пароль от вашей учетной записи. Также есть оплата и доставка. Как раз-таки здесь вы можете добавить вашу банковскую карту для оплаты каких-то сервисов Apple или покупки тех же самых программ или условной музыки. Чтобы сюда попасть, нужно будет просканировать ваше лицо или, соответственно, ввести пароль вашей учетной записи Apple ID. В целом, в этих трех окнах и происходит все изменение всех данных, которые есть в вашей учетной записи. Чуть ниже есть сервисы от Apple и ваши устройства, которые добавлены. А внизу есть кнопка «Выйти». Нажав на нее, вы, соответственно, сможете выйти с вашей учетной записи. Но это действие нужно будет повторить, используя пароль от вашей учетки. Поэтому, да, все ваши пароли нужно знать, чтобы что-то менять прямо в настройках Apple ID на вашем iPhone. Вот такие вот, ребят, два способа, которые позволяют менять настройки выходить из вашей учетной записи Apple ID. Можете пробовать один из них и напишите в комментариях, какой для вас работал и какой для вас был лучшим, чтобы люди, которые попадают в видео, понимали, что им ожидать. На этом все. Буду рад, если поддержите видео пальцем вверх. Также подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok